Под агидой реформ в Караганде в день выборов уже в ранние часы наблюдалась активность желающих отдать свои голоса. Всего в регионе выборы в Можилис парламента и Маслихаты всех уровней проходили на 654 избирательных участках. На некоторых побывала наша съемочная группа. Выборы начались в 7 утра. К тому времени на своих местах были члены избирательных комиссий, наблюдатели, доверенные лица от кандидатов, созданы были все условия для голосования лиц с ограниченными возможностями. На участках 789 и 806, которые были организованы в школе-лицее имени Алимхана Ермекова, голосовал главный имам области. Он был в числе первых и отметил важность события и призвал всех не оставаться безучастными. Хороший знак в том, что народ идет активно голосовать. Пусть наша страна процветает и развивается. Людям не безразлично будущее страны. Парламентские выборы в Казахстане проходят под эгидой реформ, запущенных в 2022 году президентом Касым Жомар Тукаевым. Тогда прошел референдум по поправкам в Конституцию, превратившим Казахстан из суперпрезидентской республики в президентскую с сильным парламентом. Затем состоялись президентские выборы, а в январе этого года частично обновился Сенат. Я очень рада, что мы сами выбираем депутатов Можлиса и сами можем поставить галочку, как бы сделать выбор за наше будущее, чтобы у нас все было хорошо и наши дети ни в чем не нуждались. В Доме дружбы также были избирательные участки, на которых к десяти часам уже успели проголосовать многие жители района. Здесь тем, кто первым пришел на участок, заготовили сладкие подарки. Проявили патриотическое, с патриотическим духом пришли, с утра много народу было и пожилым людям мы вручили свои подарки. Организованно проходит, избирателей было с утра очень много и на данный момент никаких правонарушений не зарегистрировано. Мы голосуем за нас, за наш выбор, чтобы представители нашего народа, депутаты наши продвигали наши интересы, лоббировали наши интересы, улучшали жизнь нашего народа, представляли нас в вышестоящих органах. Среди голосующих был и наш коллега-ветеран журналистики. Избранный человек должен стать глазами и ушами народа страны, поэтому к этим выборам нужно отнестись с большой ответственностью. Запущенные год назад реформы называют беспрецедентными по масштабу. Накануне выборов один из политиков заметил, самое главное, реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны.